Самая актуальная тема это международное наблюдение для вас, для специалистов, которые знают практику других государств. Мы приглашаем каждую избирательную компанию представителей других государств, других избирательных систем, для того, чтобы поделиться опытом организации проведения выборов. Поэтому студентам ГИМУ мы предлагаем быть активными международными наблюдателями. Мы готовы формировать свои команды специалистов, которые будут наблюдать за избирательными компаниями, которые будут проходить за рубежом. Поэтому у вас открываются великолепные перспективы по непосредственному участию, по наблюдению за ходом избирательных компаний в других странах. Давайте объявляем рекрутинг-набор для международного наблюдения наших экспертов, специалистов за рубежом. Прекрасно. Да, мы можем посчитать как практику, найти денег для того, чтобы отправить вас на более продолжительный период времени. Вообще короткий мониторинг он не интересен. Это буквально один-два дня приезжают и все. Нужно ознакомиться с зарубежной практикой более обстоятельно. Нужно осмотреть характеристики законодательства, статус избирательных органов, которые проводят выборы, сравнивать. И искать плюсы-минусы в работе даже в зарубежной парламенте. Еще молодежь. Еще молодежь. Какая роль у меня есть в интернет-технологии, в деятельности ЦЭП, в учении ЦЭП? Попрос не только в ГРАС, интернет-технологии, электронные ресурсы. Андрей Николаевич, вот отдел из руководителей отдела издательских электронных ресурсов. Мы на своем сайте практически вот буквально завтра, послезавтра, когда вы сможете сборный конкурсных работ, победителей конкурса. Мы будем надеяться, но не сегодня, они немножко торопятся. Я думаю, завтра до конца дня на сайте Российского Центра обучения избирательным технологиям появится новый продукт, который вы в электронном виде можете прочитать, познакомиться со всеми этими работами. К новому поручению президента, Центральная избирательная комиссия, Российский Центр обучения избирательных технологий готовит программу технической модернизации избирательной системы. Я скажу, что это значит в самом общем виде. На избирательном участке будет установлен компьютер, компьютер, который будет напрямую подключен к комплексу обработки избирательных пределий. Сразу после завершения голосования по этому избирательному участку все желающие, в том числе представители политических партий, получат распечатку протокола. Данные о результатах голосования поступят в вышестоящую комиссию. Я думаю, что мы буквально в течение двух часов при модернизации работы всех участковых избирательных комиссий, но прежде всего в городских избирательных комиссиях, в крупных городах, в миллионниках, сможем получать итоги выборов в течение часа-двух часов. Это будет очень хороший показатель. Через интернет, я убежден, в ближайшее время можно будет выдвигать кандидатов, регистрировать кандидатов. Это те технологии, которые самые перспективные, самые современные, и мы призываем молодежь осваивать эти технологии, приходить к нам в центр. У нас, я уже сказал, есть соответствующий отдел, соответствующая структура, которая занимается продвижением интернет-технологий, продвижением электронных ресурсов. И это, если не половина успеха, но значительная часть успеха и политических партий, которые также активно осваивают интернет-технологии, проводят так называемые праймерис, опросы членов партии, каких кандидатов в партийные списки они поддерживают или не поддерживают. И партии очень активно используют сейчас интернет-технологии для того, чтобы работать со своими членами. Очень обязательно выезжать в далекие уголки страны, можно с помощью интернет-технологий получить срез общественных настроений, мнений в поддержке того или иного кандидата. Можно еще вопрос, Александр Владимирович? Уважаемый господин Александр Владимирович, Вы сегодня сказали очень важные замечательные слова о том, что необходимо привлекать молодежь к этой важной работе государственной. И тоже, Вы знаете, об этом же говорит и Медведев, и Путин. Поэтому высшие награды все Медведеву, Путину, Чурову и Вам. И тоже мы считаем очень важным, что Вы привлекаете молодежь и на своем опыте. Молодежь имеет возможность учиться на Вашем опыте. И скажите, пожалуйста, насколько важно этот выдающийся Ваш опыт распространить по всей России? Мы, российская избирательная система, конкурирует с лучшими демократиями, с европейскими, мировыми. Я могу в собственную оценку дать конкурентности российской избирательной системы за прошедшие 20 лет. Я назову избирательную кампанию первую по выборам российского парламента 90-го года. Выборы российского парламента в 93-м году. Затем 95-й год, 99-й год, 2003-й год, 7-й год, наконец, 11-й год. Шесть полных электоральных циклов, когда российская избирательная система не позволила себе ни одного сбоя. Никаких претензий, серьезных претензий, которые поставили под сомнение результаты волеизъявления российских граждан при формировании общенационального парламента, допущено не было. Поэтому наша избирательная система, конкурентная система, стабильная система, позволяющая на каждом избирательном цикле предоставлять российским избирателям возможность осуществлять всю полноту власти в нашей стране. Благодарим Вас. Благодарим Вас. Благодарим Вас. Как Вам помогают Ваши члены семьи? Женщинам снова. Девочки. Спасибо большое. Валерия, Валерия, Институт культуры и искусства. Вот хотелось бы узнать, какие у Вас планы на будущее, на ближайшее, и какие планы на молодежь, может быть, какую-то форум для молодежи Вы сможете организовать именно по вопросу выборов? Валерия, Институт культуры, по-моему, мы только с Вами буквально месяц назад с ректором Вашего Груза Владимиром Гончуров подписали соглашение о сотрудничестве. Да, 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 да. Совершенно правильно. Мы подписали с Вами соглашение, но Ваш Груз включили в пол наших партнеров. Я надеюсь, что с Вашим институтом у Вас тоже появится проект. Есть ряд предложений по сотрудничеству. И, кстати, у нас есть программа повышения по новой культуре. Я думаю, что как раз вот в этом проекте мы сможем работать и с выпускниками Вашего Груза, и со студентами Вашего Груза. Аспектов множество. Страна богатая, страна с федеративным устройством. У каждого региона есть особенности применения избирательных систем на выборах муниципального уровня, регионального уровня. Я надеюсь на конструктивное сотрудничество с Вашим Грузом, на то, что ряды организаторов выборов пополнятся и за счет Ваших. Огромное Вам спасибо. Хотела предложить, что может быть организовать какой-то форум всероссийский, именно студенческий, для привлечения именно молодежи всей России. Я бы здесь поделился подобной идеей с политическими партиями. Прежде всего, политические партии ресурсно заинтересованы в активном участии молодежи в выборах. Но мы готовы оказать вселенную помощь и поддержку в предпринятии, возможно, такого мероприятия в рамках нового федерального цикла, который начнется в следующем году. Мы не подробуем на большем серьезном предложении, когда речь идет о масштабе всей страны. Тут нужно остановиться и сразу не рапортовать, а подумать, как реализовать это предложение. Спасибо. Спасибо Вам. Как помогают Вам, Вашей членской семье, Вашей работе? И на сколько они на Вас это составляют? Семья – это главное в жизни каждого из нас. Я обратил сегодня внимание, проходя по стендам выставки, как много изданий, очень интересных изданий, которые направлены на укрепление семьи. И этот аспект развития нашего общества, культура отношений в семье, воспитания детей, обучения студентов, то есть получения в виде профессии – это в значительной степени дело семьи в том числе. Я считаю, что Вы совершенно правильно ставите вопрос, как вы на выборах в семье. Спасибо Вам. Мы, возможно, голосовали за разных кандидатов, за разные партии. Партии «Единая Россия». Спасибо. Спасибо. Я готов подвести черту и тоже воспользуюсь приездом на эту выставку, посмотреть другие экспозиции, призываю Вас пройтись по выставке. Просто поменять, вырваться с работы сегодня, пообщаться с Вами, посмотреть экспозиции, представленные на выставке – это тоже событие в жизни. Поэтому я желаю Вам мегалебно провести время. Ведь Вы ушли сроком, Вы ушли с занятий. Из вуза, из школы постарайтесь заполнить это время новыми книгами, новой информацией, новыми знакомствами. Я желаю Вам успехов в Вашей личной жизни, семейной жизни. И призываю Вас быть активными и старателями. Призываю Вас быть активными кандидатами, когда Вы решите протокироваться в такие или иной должности в нашей стране. Желаю Вам всего хорошего. Спасибо Вам огромное. Поздравляем Вас. Спасибо Вам огромное. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо.